Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами пройдем экскурсию по выставке Чудо-Юдо-Рыба-Кит. Это такой командный проект для нашей галереи, в нем поучаствовали все ключевые авторы нашей галереи, и каждый создал свою интерпретацию этой темы. Так как художники все разные, то и киты у нас получились все разные. Галерея вообще превратилась в такой сказочный океанариум, где живут очень разнообразные чудо-рыбы, чудо-киты. Открывает выставку очень серьезная, такая внушительная, монументальная работа Александра Чубашова, где чудо-рыбой стал сом, усатый, и расположен он вертикально за счет этого ощущения, что он твует на тебя, сохраняется гораздо интенсивнее. И на спине у китая расположена русская деревня. Тут вот несколько исп, церковь, лошадь, запряженная телегой, и такая одинокая женщина в русском платке. Колорит работы достаточно мрачный, и, наверное, это подчеркивает то, что эта работа все-таки в первую очередь не сказочная фантазия, а больше такое глубокое философское размышление о судьбах русской деревни. Но так как Александр Чубашов у нас художник очень продуктивный, и он не смог, как все остальные авторы, ограничиться только одной работой, он создал еще одну работу на тему чудо-юдо-рыбаки, и она немножечко отличается по настроению, по колориту, она более светлая, расположена она вот в этой зоне. Здесь снова деревенская тематика. Мы видим здесь храй избы, который присоединена лавочкой. На лавочке сидят четыре босоногие девчонки в платочках, что-то они шушукаются, болтают, хихикают. Тут же у них котик рядом с ними, и сидят они на таком зеленом пригорочке. Но если присмотреться, то этот зеленый пригорок, он постепенно переходит в хвост рыбы. И тут мы понимаем, что вот эта быль, бытовая сценка, она за счет этого как раз начинает превращаться в сказку. Рядышком с этой работой находится еще один кит, самый, наверное, веселый и добродушный. Это кит Лизы Симаковой. Мы видим, что он наряжен в тельняшку, он румяный, он улыбается, и из спины у него бьет такой вот веселый фонтанчик-брызг. Вокруг кита кружатся кораблики, кружатся домики, кружатся звезды. И здесь уже никто не боится, никто не опасается этого большого великана добродушного. В следующей секции основной такой самой заметной работой будет кит Степана Грудинина. И тут такая достаточно классическая, близкая к сказке история, что на спине у кита расположен целый мегаполис со сложной структурой. Здесь и заводы, и какие-то сложные архитектурные решения, мосты, небоскребы. Часть поселения находится на хвосте у кита, и хвост соединяется с основной частью такими сложными металлическими конструкциями, мостами. Рядышком с китом еще плывет большая черепаха, на ней расположен пригород. Но самое интересное здесь, это такое вот спокойное, очень умиротворенное выражение лица, если можно так сказать, про кита. Несмотря на то, что на его спине кипит жизнь вот в этом мегаполисе, кит потихонечку, спокойно плывет по морю по своим китовьим делам. Справа от Степана Грудинина у нас находятся работы, которые очень сильно выделяются среди всех участников. Это глубина Елены Завражиной. И здесь мы видим сложно выполненную текстильную инсталляцию, которая зафиксирована на холсте. И как раз холст, он является вот этой глубиной, с которой поднимается вот этот великолепный серо-черный гигант. Он выполнен из очень разнообразных материалов. Тут и бусины, и пайетки, тут бисер, стеклярус, и даже перья здесь Лена использовала. Кит поднимается с глубины в окружении золотистых вышутых рыб. Стайка прям вокруг него кружит. И он пробирается сквозь вот такие вот извилистые нити водорослей, которые Лена тоже создала из разных материалов. Напротив этой работы у нас находится картина Кати Костиной-Вощинской. И здесь чудо-рыба уже совсем другая. Зеленая, очень похожая на малахит. У нее такие ясные янтарные глубокие глаза. Ее плавники, как пурпурные ленты, парят в толще воды. А сверху, на спине у этой рыбы, находится такой дерзственный древний лес. И позади, сквозь ветви леса, мы можем увидеть тоже огни большого города. Работа называется Вавилон. И это как раз огни того самого города Вавилона, которые мы можем увидеть сквозь лес. Самое поразительное на этой работе, это тот контраст, который мы можем наблюдать между тишиной и безмолвием, который оцарит в нижней части картины, где у нас плывет рыба под водой, и вот этим шумом большого города, который считывается с верхней части работы. В следующей секции у нас совершенно случайно подобрались три работы, где художники, не сговариваясь, выбрали очень схожую цветовую гамму. Все эти работы собрались вокруг такого розово-оранжевого колорита. В центральной зоне у нас находится чудо-юдо-рыбокит Елены Аликиной. И ее кит настолько масштабный, настолько огромный, что потребовалось целых три холста, чтобы его уместить. На правой створке у нас находится голова рыбы. Здесь Лена использовала специальную фактурную крошку, чтобы имитировать вот такие древние наросты на голове вот этой рыбы сказочной. И ей прекрасно это удалось. Мы считываем, что это совершенно такое какое-то древнее создание. На лбу у рыбы сидит такой пасторальная какая-то детская фигурка, которая играет на дудочке. В центральной части, где находится тело рыбы, у нас снова деревенский пейзаж. Тут у нас домики, пришвартованные лодки, пастух с коровой. А уже на хвосте рыбы здесь хвойный лес и снова лодки на воде. Самое, наверное, важное в этой работе это цветовая гамма, в которой она выполнена. И это такие очень теплые лучи заходящего солнца, которые озаряют все вот таким розово-оранжевым цветом. И дополнительно, чтобы это подчеркнуть, Лена использует красные контуры, когда она пишет лес, когда пишет деревню. И золотая поталь вот здесь вот в правом углу. Здесь вот поверху она тоже вот это солнечное сияние как раз подчеркивает. Рядышком здесь у нас еще один кит с таким вот тоже огненным небом, но совершенно другой по настроению. И это, наверное, единственный кит, который у нас не плывет по морю. Он парит где-то в воздухе, как будто бы на небе. И вообще вся работа это такая сложная геометрическая композиция. Сам кит, он вписан в круг. Вокруг него находятся астральные фигуры симметрично расположенные. Глаз кита вписан в раковину наутилуса. И это такая отсылка к золотому сечению. Тело кита заполнено различными архитектурными элементами, очень хорошо узнаваемыми. Тут и арки Колизея, здесь готические соборы, здесь флорентийский купол Брунеллески, мост Риальта из Венеции. То есть все это можно хорошо узнать. И на спине у кита находится такой маленький, скромный, одинокий домик, который завершает вот эту всю архитектурную историю. А вообще этот кит, мне кажется, самый философский из всех работ, потому что вот этот символ спирали, это символ галактики, символ всего мироздания. И глаз становится всевидящим божественным оком, то есть тем, на чем зиждется вся вот это мироустройство. И очень достойным отражением кита Лены Косаревой становится работа Алексея Худюкова, которая находится напротив. Здесь у нас снова розово-оранжевое небо и голубая глубина. Работа называется «Теория относительности». Здесь Алексей поиграл именно с масштабами. Ведь мы воспринимаем кита как самое крупное живое существо на планете. Но здесь он, наоборот, его изображает как верхушку айсберга, как верхушку острова, к которому этот кит по морю направляется. Потому что глубины морские, они скрывают существ, существование которых мы, возможно, не подозреваем, которые в разы больше кита. Здесь гигантский моллюск, здесь гигантский дракон. Поэтому все в мире относительно. Об этом рассказывает нам художник. И завершает выставку, наверное, самый поэтический кит, самый иллюзорный. Это работа Дмитрия Краснова. И Дмитрий, как искусный пейзажист, он остается верен себе. Поэтому его кит — это такое воздушное туманное облако, которое село на одинокий остров на озере. Сквозь пелену тумана просвечивает солнечный диск, который имитирует глаз этой чудо-рыбы. А одинокое дерево, которое растет на острове, оно становится фонтанчиком, который бьет из спины кита. Дима здесь, наверное, говорит о том, что, чтобы увидеть чудо, достаточно просто оглянуться вокруг. Поэтому мы приглашаем вас в нашу галерею 10 июня. Каждый день с 11 до 9 мы ждем вас в гости, чтобы каждый нашел своего любимого кита, своего любимого художника.